Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем тестировать новинки десятого каталога Фоберлик. Итак, поехали! Я хочу начать тестировать новый клей для ресниц, потому что, кто смотрел, помните, прошлый он был бракованный. И параллельно вам буду рассказывать про остальные новинки. Парфюм девчонки уже попробовала. 30845. Ресницы у нас с вами 7965. Открываю, пока я рассказываю про парфюм. Он яркий, он классный, он вкусный, он насыщенный. Все в нем отлично, все в нем супер. И когда развешиваешь мокрое белье, я клала, кстати, ну, столовую ложку с горкой. Может, не 20 грамм у меня получилось, но грамм 10-15. Вот так. Не замеряла, не взвешивала. Что хочу сказать, на мокром белье класс. Вообще супер, просто супер. Так, сейчас, что нам с вами нужно еще? Нам с вами нужен пинцет. Сразу параллельно я примерю, я забыла, их отрезала или нет. Или они мне так подходят. Отклеиваем реснички, примеряем глаза сначала. Потому что, мне кажется, я их подрезала. Нет, наверное, не подрезала. Вот. То есть на всю квартиру... Зеркало далеко. На всю квартиру аромат на мокром белье. Классно. Вот когда сохнет на балконе, балкон открыт, все супер. Но когда оно высыхает, вот оно у меня сегодня... Я девчонкам уже в Телеграм рассказывала, стопочкой лежит. Вчера я его сняла, лежит пока стопочкой. Достала из стопки вещи, я практически не чувствую аромата. То есть вот, если уткнуться носом, внюхиваться, внюхиваться, есть отголосок, очень приятный. Прям вот действительно приятный. Но его практически нет. То есть, кто хотел именно парфюм для белья, чтобы он был ярким, нет, это не та песня. Имейте в виду, он белье не смягчит. То есть вы кладете парфюм для стирки, вы кладете порошок, вы кладете, наливаете кондиционер. И одна стирка выходит дороговато. С учетом скидки моей, 444 рубля он стоит. И даже если попробовать положить побольше, то тогда это всего на несколько стирок, и это совсем не бюджетно. Я хочу попробовать немножко по-другому. Когда белье постиралось, открыть барабан, насыпать туда грану и включить полоскание. Чтобы вот этот весь аромат, он не вымывался в процессе стирки, хоть как-то закрепился на белье и остался. Попробую, обязательно напишу, но в телеграм как бы точно. И в обзоре каталога продублирую. А так вот у меня на сухом белье я практически не чувствую аромата, я ожидала чего-то более насыщенного. Но аромат обалденный, классный, суперский. Вот когда постирала, развесила, он не бьет в нос, не сшибает с ног, но он есть и он яркий. А на сухом белье вот нет. Разочарование. Присницам девчонки писали под обзором заказа, многоразовые они или нет. Их лучше вот так вот еще помять немножечко, чтобы они приняли форму глаза. Они многоразовые, конечно. А держатся как держатся, хорошо. Но я их клеила только пока на клей свалберес, который тоже куда-то у меня потерялся. Клеила на клей свалберес, держится до вечера, все. Потом нормально снимается с мицеллярной водичкой. А вот этот клей, он был бракованный. Чуть-чуть, сейчас я, наверное, все-таки один пучок подрежу, мне кажется, я подрезала. С одной стороны один пучочек, прямо так немножко. Ну, зависит от вашего разреза глаз. Если вам великовато, примеряйте и подрезайте. Дальше. Пробуем клей. Обновленная формула пишут. Потом про пасту вам расскажу. В них, кстати, нет в ТОРа. Девочки мои посмотрели состав. Я ее высылала в Дзене под роликом. Там картинками можно делиться в комментариях под роликом в Дзене. Такая вот кисточка, такой он беленький. Чтобы видно было, куда нанесли, куда нет. Он прям белый-белый. Вот видите, его видно. Чтобы пропрешин не было. Ну, хотя бы он жидкий, слушайте. Потому что в прошлый раз каким-то пластилином выходил. Вот. Про пасту. Там нет в ТОРа. Я использую кальций на ночь, прополис на утро. Мне вот так больше нравится. И что хочу сказать. Смазываем как следует ресничку. Прямо как следует. Ну, чтобы на сами ресницы, конечно, клей не попадал. Но чтобы клеевой слой был хороший. Обычно нужно, ну, вот, минуточку хотя бы подождать, пока он схватится на клеевой зоне. И потом лепить. Чтобы нам возле глаза долго не держать. В общем, кальций 200-01. Прополис 200-00. Обе пасты, когда пробовали в обзоре заказа, были сильно-сильно миндолово-мятные. То есть обжигающие прям. А при чистке вот этого нет эффекта. То есть при чистке достаточно комфортно. Когда потом полоскаешь рот водой, то вообще вот этой вот миндовости просто не остается. Так что пасты очень годные. Эмали очищают хорошо. Никаких к ним нареканий пока нет. Эту чувствительность тоже не вызвали. Буду пользоваться дальше. Так, ну а теперь клеим ресничку. Я взяла маленькое зеркало. Делаем это максимально близко к росту ресниц. Чтобы не было никаких проплешин. Вот так пинцетиком прикладываем. Прикладываем один, конец отлепляется другой. Но это нормально. Для этого вот мы с вами ресничку и загибали. Видите, надо два пинцета по-хорошему. Слушайте, ну практически. Прижимаю, прижимаю, но вот этот край все равно не клеится. Хотя прям красиво так реснички приклеила, приложила. Поэтому сейчас буду добавлять еще немножко вот сюда вот прям на край. Тихонько и держать, прилеплять. Ну вот нифига не хочет в этом месте фиксироваться. Вот с клеем свайберс вообще таких проблем не было. Налепила, пошла дальше пробовать. Но вроде свершилось чудо. Я уже весь влаз там клеем залила. Смотрите, какие они естественные. Вообще классные. Сейчас наклею второй и покажу. Ну с горем пополам показываю результат. Смотрите, вот этот глаз вообще идеально. А с этим прям как-то сначала все не заладилось. То есть он идеально по ресничной линии. Но у меня еще татуаж межресничка, поэтому мне вообще проще. А здесь вот немножечко при ближайшем рассмотрении видно промежутки. Но все равно какой-то клеене такой. Слушайте, вот свайберс там как-то моментально схватывается. Минутку держишь в руках, приклеиваешь, прикладываешь, схватывается и все ходишь. А тут прям с углами и на этом на втором глазе тоже пришлось повозиться. Причем на втором и с внутренним и с наружным углом пришлось повозиться. В общем, как-то так. В целом они очень естественные. Они смотрятся красиво, аккуратненько. Все вот налепил, пошел. Но вот этот сам процесс, не знаю, второй раз буду делать, тоже посмотрю, попробую. Может вам покажу, потому что они сейчас поносятся. На глазах уже форму примут и как-то полегче будут клеиться. Но белый клей не видно, потому что я уже века прям мазюкала. Вообще, наверное, в идеале рисовать стрелочку на межресничке. Промазывать саму ресничку. Минуту-две даже, наверное. Он как-то не быстро схватывается. Две минуты. Держать это все дело и потом прикладывать, вот чтобы наверняка. Потому что я уже этот глаз я промазывала уже и века, и ресницей, и прикладывала, и вот как-то так. Но в целом они классные, крутецкие. Вот у меня что, ресницы накрашены, в принципе, ресницы даже я, наверное, ярче крашу, как-то их больше. Что вот эти, очень естественные. Вот такие вот реснички. Так, девчонки, рассказываю по ресницам. Отходила я с ними целый день. Клей продержался. Нигде ничего не отклеилось. В этом плане все нормально, все отлично. Но я когда их вечером сняла, у нас жара такая уже жуткая, я когда их вечером сняла, у меня было опухшее и покрасневшее мизоресничко. Не все века, а вот тут прям вот припухлость была. Это видно было. И один глаз даже внутри покраснел, капиллярчик лопнул или раздражение какое-то пошло. В общем, с клеем у Фуберлик никак не сложится. Ну вот никак. Приклеила более-менее кое-как, но тем не менее все равно. Вот видите, как происходит. Поэтому, нет, не рекомендую. Так, дальше, девчонки. И на утро, кстати, припухлость сохранялась, краснота уже ушла, но припухлость сохранялась. Потом в течение дня было все нормально. Ну, получается аллергическая реакция, хотя я человек в принципе не аллергенный. То есть у меня с этим проблем никогда не было. Что хотела обратить ваше внимание, я такая думаю, в каталоге-то тюбик совершенно другой. То есть в каталоге написана обновленная формула и тюбик, ну такой как от зубной пасты, как крем для век, только маленький. Да, а здесь он вот такой. Интересно на самом деле. Можно, не знаю, я, конечно, еще попробую, еще раз попробую. Если опять у меня будет припухлость век, вот эта вот аллергическая реакция, конечно, я больше его использовать не буду. Ну, приходится очень много наливать клея, чтобы хоть как-то более-менее приклеить. Девчонки, по парфюму для белья я попробовала, постирала вещи, открыла барабан, насыпала туда парфюм для стирки, ну где-то гранулы 15, где-то 15 грамм. Вот так приблизительно, может даже 20. И включила полоскание. В процессе полоскания он не выполоскался, он стал гораздо меньше, они, эти гранулки, стали белыми. И гораздо меньше. Но они остались на вещах и остались в барабане. Включила второй цикл полоскания. Во втором цикле полоскания все они растворились. Не было их, все отлично. Белье развесило. И вот висит оно у меня уже сутки, еще вчера высохло. Но висит. И вот сейчас, Ксюшкина легенция, чуть-чуть повыраженнее аромата, чем делать по инструкции. Чуть-чуть повыраженнее, но тем не менее он еле-еле ощутимый. Вот допустим, если взять кондиционер для белья органа, от него вещи пахнут гораздо ярче, сухие. Когда развешивала, опять на весь дом было, пахло приятно, пахло вкусно, пахло классно. Но на сухих вещах практически нет аромата. Он вот поярче, конечно, выражен, он ощущается, но он очень деликатный. Он деликатный. Но это опять танцы с буддами. Если делать по инструкции, его практически нет. Поэтому смотрите сами, решайте сами. Вещь не бюджетная. Хотите пробуйте, хотите нет. Я вам свой отзыв отставила. У меня вот так. Стирала я, когда первый раз делала по инструкции, на обычном совершенно режиме. Час всего лишь. Даже там не полтора часа, а не два. Стирка у меня была 60 минут. И получается, опять же, на мокром белье аромат есть, на сухом нет. Я знаю, что для девочек это важно, потому что в Телеграм на Дзене писали, что как же так, парфюм он на то и рассчитан, чтобы вот постирал белье, допустим, в зиму убирать, да, в лето убирать какие-то зимние вещи, там, курточки и так далее, сложить, чтобы достать, и все это было ароматное. Но нет, вот нет. Даже органа из этой серии кондишены, они оставляют более яркий след, но они израсходуются как кондиционеры. То есть мы их заливаем в отсек, и они добавляются в конце стирки. Здесь вот это вот, конечно, в начале стирки, да, они должны раствориться, да, я все понимаю. Не знаю, может быть их в кипятке, я еще попробую, я люблю эксперименты, в кипятке растворить, и после стирки вылить в барабан и включить отжим. Вот так. Но это опять танцы с бульными, поэтому смотрите сами, решайте сами. Дальше, девчонки, по шампуню. Сегодня попробовала новинка Эксперт, которая у нас с вами 200+, артикул 1.998. Написано в три раза экономично, 90 применений. Бережно очищает волосы? Нет. Делает их мягкими и блестящими? Ну, в принципе, да, способствует увеличению густоты и плодности волос, придает объем? Нет. Потому что я сегодня помыла им голову без бальзамов, без масок, без спреев во время сушки, чтобы не испортить эффект, ничего не добавляла. Он действительно пенится хорошо, он прозрачный такой, у него приятный аромат, в принципе, похожий, вот как у всей линейки, вот это Эксперт шампунь, аромат приятный. Пенится хорошо, я сначала вспениваю его в руках и потом вот так по корням промываю кожу головы, да. Но мне все равно пришлось так делать два раза. То есть с первого раза, ну, он мне не вымыл, я не чувствовала той чистоты, которую привыкла чувствовать. Я обычно со всеми практически шампунями так делаю. То есть два раза. Двух нажатий где-то хватает, прям совсем немножечко вытекает. Да, он может быть в этом плане экономичный. Но, когда я мыла волосы, они под руками ощущались как мочалка, жесткие. Поэтому вот то, что там пишут, конечно, что он бережно ухаживает за волосами, нет. Если у вас волосы поврежденные, вам не понравится. Я бы этот шампунь назвала, вы знаете, хорошо очищающим. Вот он хорошо очищает кожу головы, хорошо очищает. Но и то, я не знаю, вот я посмотрю, девчонки, это пока вот я несколько часов назад помыла. Посушила фен щеткой. У меня был сначала такой объем от фен щетки, потом смотрю, все упало. Несмотря на то, что волосы как мочалка жесткие, да, когда промываешь голову, это прям ощущается, они жесткие-жесткие. Но фен щетка их, конечно, разгладила, придала блеск. Если бы они высохли естественным путем, у меня бы сейчас было гнездо 100%. Вот. И потом смотрю, все упало, прилизалось, никакого объема абсолютно нет. Хотя была укладка на фен щетку, она всегда дает объем. Пришлось даже добавить сухой шампунь, потому что мне показалось, что я два дня не прохожу с чистой головой после этого шампуня, да. Буду смотреть дальше. В обзоре каталогов дам подробный обзор тогда, отзыв. Буду мыть им сейчас на постоянной основе. И к обзору каталога уже получается раз, три, четыре я помою этим шампунем голову. Если зуд будет, однозначно у меня он уже будет. У меня после второго применения от экспертовских обычно сильный зуд. Ну, объема, конечно, я тут никакого не увидела, как заявлено. И имейте в виду, поврежденным волосам не пойдет, не понравится. Нормальным волосам, да. Жирным волосам отличненько подойдет. Ну, должен. Опять вот двоякое ощущение. Моешь голову, волосы как мочалка. По факту у корней есть утяжеление. Вот есть оно. В общем, буду наблюдать. В обзоре каталога подробно расскажу. Так, ну и вроде все мы с вами разобрали. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Обязательно отвечу. Надеюсь, ролик был вам полезен, интересен. Ссылочка для регистрации Фаберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Буду вам помогать. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok